Всем здравствуйте! С вами программа «Доступное образование для дизайнеров онлайн». Сегодня у нас в гостях дизайнер Ольга Рудакова. Это дизайнер интерьера, преподаватель школы QuartBlockLive, автор курса «Секреты интерьерных коллажей». Также она работала в студии с клиентами премиум-класса. Была до 2000 кв.м. объекты. Я думаю, поподробнее о себе расскажет Ольга сама. Сейчас хотела бы проверить связь перед тем, как мы начнем. Отпишитесь с плюсиками, пожалуйста, если меня слышно хорошо в чат. Татьяна слышит. Хорошо. Тогда я передаю слово Ольге и мы начнем. Так, отлично. Всем привет. Меня слышно? Теперь поставьте, пожалуйста, пятерочки, если слышно меня, чтобы я убедилась, что все происходит. Отлично. Привет. Привет, Татьяна. Отлично. Ну что ж, начнем. Сегодня у нас будет такой интересный вебинар, потому что такой вебинар экспромт. Мы решили его внезапно провести. И он будет немножко продвигаться не так, как мы привыкли. То есть мы с вами тоже будем общаться. Я буду получать от вас обратную связь. Я хочу с вами поближе познакомиться. Я буду задавать вам вопросы. То есть я не только вам буду тему вещать заявленную, но и мы с вами пообщаемся. Сегодняшняя тема – это ценообразование дизайнерских услуг. Я постаралась выделить эту тему, максимально говорить только об этом. На самом деле это достаточно непросто, поскольку здесь цепляется очень много моментов, которые на ценообразование услуг влияют. Почему вообще я решила провести такой вебинар? У меня очень много коллег, дизайнеров, и мы постоянно беседуем о работе, о том, как у кого продвигаются дела. И я поняла для себя, что дизайнеры часто задаются вопросом, почему этот заказчик, например, он ушел, почему он не согласился на такие услуги, хотя цена была очень-очень маленькая и так, если сравнивать ее с рыночной. То есть, что, почему, от чего это зависит? Неужели я такой плохой дизайнер или в чем причина? Поэтому сейчас мы разберемся, что, собственно говоря, влияет на стоимость услуг. Я выделила 7 ключевых условий, которые я считаю принципиально важными и главными. Итак, что влияет на повышение стоимости проекта? То есть, если мы хотим повысить стоимость проекта, что может на это повлиять? Итак, первое – это опыт. Опыт дизайнера. Когда у вас пройдено много строек, сделано значительное количество проектов, вам приходилось принимать множество решений. То есть, у вас есть такой багаж знаний, который позволяет вам совершенно спокойно заявлять о том, что у вас такая цена, несмотря на то, что у вас может не быть какого-то крутого портфолио. Потому что мы знаем, что заказчики не всегда дают фотографировать, а иногда дизайнер даже специально не фотографирует объект, потому что что-то бывает в проекте поменялось и уже не хочется выкладывать его в портфолио. Но, тем не менее, опыт есть и опыт колоссальный. Бывает, есть такие сайты, заходишь и смотришь – цена просто космическая. Что, почему, за что? Потому что люди поработали, их строится продвижение исключительно сарафаном радио, они даже иногда и не занимаются сайтом, он какой-то старенький, страшненький. Это касается не только дизайнеров. Вы знаете, наверняка много таких подрядчиков специфических, например, по Липнине. У них есть проекты, есть объекты, которые ведут. Зачем? У нас есть, у нас все есть, мы не будем никак показывать ничего. Но у них есть шикарный опыт. В связи с этим, давайте вы мне расскажите, какой опыт есть у вас. То есть, сколько лет вы в дизайне, чтобы я понимала, сколько вы работаете дизайнером. Я смогу от этого оттолкнуться и дальше тоже вести беседу. Так, отлично. Десять лет. Семь лет. Татьяна. Так, Милана – полгода, почти год. Десять. Десять существенно очень. Двенадцать. Я тоже где-то двенадцать лет. Одиннадцать, двенадцать, девять. Так, четырнадцать, Александр Ковалев. Один год. Меньше года. Вот смотрите, какой большой срок практически у всех. И все равно тема цена образования, она почему-то очень всех волнует. Ладно, двигаемся дальше. Отлично. Образование. Образование – это вообще такая противоречивая тема. Во-первых, образование желательно, конечно, иметь профильное. Ну, мы знаем очень многих успешных дизайнеров, у которых не профильное образование, а которые закончили, скажем, какие-то курсы или школу дизайна, которая, в принципе, не дает таких вот корочек конкретных. Это не архитектурное, это не художественное образование. Вот. Вообще, я считаю, что я очень хорошо отношусь положительно к различного рода курсам. Я считаю, что дизайнер должен учиться вообще всю жизнь, постоянно повышать квалификацию. Вопрос, конечно, тут стоит только в правильном выборе педагога. Сейчас очень большой выбор курсов, да. Вот. И когда я выбираю педагога, куда пойти, я смотрю, что этот человек из себя представляет, то есть что у него за душой, что называется. Недавно мне пришла смс-ка на телефон, меня пригласили поучиться, то есть прийти вот к человеку. Это не касалось дизайна интерьера, это касалось того, что он должен был рассказывать о том, как строить отношения. Это известный актер, я его сразу узнала, значит, он будет рассказывать, как нужно строить отношения с близкими людьми. Меня, конечно, удивил вопрос такой, почему, собственно, известный актер будет рассказывать, как строить отношения. Ну, хорошо, я залезла в интернет и посмотрела. Значит, он несколько раз разведен в данный момент, у него никого нет. И, собственно, возникает вопрос, каким образом он меня убедит, что отношения нужно строить именно так, как он говорит. Если у него у самого в этом большой-большой пробел. Поэтому я усвоила давно такой момент. Если возникает проблема, то помочь решить мне сможет ее человек, у которого такой проблемы нет. Может быть, она была ранее, но он нашел какой-то способ, и он ее решил. И вот у него есть какой-то алгоритм, структура, у него есть решение, и он мне расскажет. Поэтому я смотрю на педагога, смотрю, что он из себя представляет, смотрю, какое у него образование. И только тогда я иду к нему учиться, и я знаю, что я получу то, что нужно. Отсюда у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, какое образование у вас, какое образование вы получили. Оно у вас профильное, или вы учились в какой-то школе дизайна? Понравились какие-то курсы, и вы их прошли, и теперь работаете дизайнером? То есть, какой у вас профессиональный уровень? Так, МШД, профильная школа дизайна, самоучка, Александр. Так, МШД, высшие курсы, мархи, мархи вообще очень круто. Профильная, так, архитектурный университет, инженер, плюс курсы дизайна. Это очень здорово. Так, художник-оформитель, у меня тоже первое образование, художник. Профильная, высшая, школа дизайна, школа дизайна. Архитектор, курсы, отлично. Мне как раз вчера просили порекомендовать, куда нужно пойти учиться. Я порекомендовала, я порекомендовала того, кого считаю. Прям вот, вот я так считаю. Так, отлично. Следующее – это портфолио. Не количество, а качество портфолио. Оно должно быть единое, целостное. И вчера одна дизайнер сказала такую фразу, и фраза меня очень зацепила. Она сказала, вот ко мне обращаются, почему-то вот именно такие клиенты ко мне обращаются. Просто вот у меня как вот щелкнуло внутри. То есть я понимаю, почему только такие клиенты обращаются. Я знаю, почему. Так, Мария, записи вебинара нет, не будет. Совершенно точно не будет записи. Это не то, на что стоит записывать. Потому что это то, что мы сейчас с вами обсудим, это у нас между собой. Кого я порекомендовала, если не секрет? Нет, не секрет. Я порекомендовала Стаса Орехову. Я проходила много курсов различных. Я училась в Международной школе дизайна. Художественное образование получила как педагог. И я очень люблю структурную подачу. Я люблю, когда все разложено по полочкам, и мне понятно, что нужно делать. А в нашей с вами, да, бизнесмен, но не дизайнер. Так я не дизайну у него училась. Я училась, как выстраивать свой бизнес. Дизайн – это бизнес с творческой составляющей. Я не училась у него самому дизайну, то есть чувству прекрасного и прочим вещам. В этом я училась в другом месте. Как построить свой бизнес, как оформить договор, авторский надзор и прочие вещи. Как сделать так все четко, чтобы было, чтобы не попасть в рабство рабочее клиенту. Это прямо то, что нужно. Есть вещи, я как только что сказала, за определенными вещами нужно идти к определенным людям. Собственно, за вдохновением я пошла в другое место. Я его получила. У меня первое образование, то есть художественное. История искусств, я считаю, что это то, что должен знать дизайнер обязательно. Поэтому, да. А это бизнес. Давайте это будем разделять. Портфолио. Итак, вот та фраза, она повисла у нас в воздухе. Хочу ее договорить. Ко мне обращаются только такие заказчики. Представляете, ко мне тоже обращаются только определенные заказчики. И я знаю почему. У меня гораздо больше в портфолио вещей, нежели я выкладываю на сайте. Значит, есть вообще этап в моей деятельности, который я никогда не выложу. Во-первых, мне нельзя это выкладывать. Вот как в начале меня представили, я занималась классическими интерьерами. Это был не очень большой, но очень мощный период, за которым мы построили несколько объектов до 2000 квадратных метров. Значит, в абсолютной кучерявой классике. Вот поэтому я жаль, мне очень жаль, что я не могу показать вам эти объекты, потому что там аморамор, мозаика и всяческие красивые вещи. Вот. И именно там я получила самое-самое вообще крутое образование, которого не получила нигде. У меня есть такой забавный случай, что на работе, допустим, вот есть такие вещи, которые должен знать дизайнерки. Технически я спросила в школе дизайна, а вот это вот как здесь, проясните мне, о чем вы вообще говорите. А что это такое? Я поняла, что там мне не расскажут, что это такое. Я пошла на работу и там все узнала. Вот. Поэтому школы дизайна, они дают какой-то определенный уровень, а дальше мы сами растем и развиваемся. Как раз поэтому я говорю, что дизайнер должен постоянно, постоянно учиться. Так вот. Классика. Нет ее в моем портфолио. И не приходят ко мне заказчики за классикой, потому что ее нет. Они заходят, там деревянные дома большую часть занимают. И ко мне приходят заказчики с деревянными домами. Вот. Разные абсолютно. Вот. Квартиры и другие дома, они тоже у меня в другом определенном стиле сделаны. Вот такие клиенты ко мне и приходят. Если я захочу работать в другом стиле, ко мне придет другой клиент. Перед Новым годом ко мне обратилась заказчица. У нее квартира в стиле ар-деко. Я не люблю делать ар-деко. Абсолютно не люблю. Вот. И она сказала, у вас нет такого в портфолио. Но вас рекомендовали. Поэтому, вроде как, я смирюсь с тем, что у вас этого нет, если мы с вами сработаемся. Вот. А я не могу смириться с ар-деко, потому что это совсем не мой стиль. И я буду его вымучивать. Поэтому мы вот разрушились, как в море кораблей. Поэтому, если у вас соответствующее портфолио, на это портфолио и придет клиент. Вот. Немножко вопросов. Давайте я в чате буду смотреть. Да. Самому можно достичь такого уровня, если самоучка. Уровня можно достичь, но начинать нужно все равно с какого-то определенного уровня. Вот. С чего-то нужно начинать. Не получится сразу перепрыгнуть, скажем, из эконом в бизнес-сегмент. Вот. Самое идеальное, то есть начать с того же уровня, на котором вы сами находитесь. У вас есть какой-то социальный статус, у вас есть знакомые. Нужно начать вот с этого, начать делать ремонты им, а потом перейти на уровень выше, выше, выше. Браться сразу за сложные проекты – это очень тяжело. То есть информацию нужно усваивать постепенно, иначе мозг просто взорвется. Можно достичь такого уровня в крутой фирме. Вот фирма, в которой я работала, была реально крутая. То есть вы не сможете там не подняться, потому что это вас окружает. Вот. Вы научитесь, просто на одном объекте научитесь делать все, что нужно. Без обучения, да, смотря какое обучение, да, вот. Итак, портфолио. И вопрос у меня такой к вам. Есть ли у вас портфолио однородное ли оно, или у вас там очень-очень разные объекты, вы вообще отслеживаете, вот. Или вот вы сделали какой-то проект, и туда сделали, и туда. Или думаете, так, этот проект у меня в портфолио нет, он не пойдет. Вот, я, конечно, его сделал, потому что там мне заплатили, но в портфолио не будет. Вы делаете такую отборку, вот. Есть такое? Так, вот Ирина отслеживает. Отлично. Я знаю, что не все отслеживают, просто в портфолио лучшее. Александр, лучшее или вот то, с чем вы хотите работать? Потому что у меня есть крутые работы, но вообще не хочу такое делать, как вот арт-деко, понимаете. Алексей Каверин фильтрует. И, видимо, не один. Так, обязательно. Разные, к сожалению, есть проекты, которые не входят. Так. Очень разные, руки не доходят, чтобы причесать. Да. У меня, знаете, вот, заказчики некоторые спрашивали, почему вы вот нашу работу в портфолио не выложили? Я говорю, что мне очень приятно было с ними работать, но она не попадает под мой профиль. То есть, вот, поэтому я не выкладываю. Некоторые обижаются, что не выкладываешь. Фильтрую, исходя из того, каких клиентов хочу. Да. Большая часть проектов в портфолио не попадает. Так. Лучшие соответствуют от УТП. Что такое УТП? Начинаю. То все показывалось. Сейчас уже фильтрую. Да. У меня тоже очень много визуализаций различных. Но нет. Нет. Этого не будет. А, уникальное торговое предложение. Понятно. Четвертый пункт. Уверенность. Так. Алексей говорит, есть проекты двух уровней. Для каждого есть отдельный сайт. А, да. Вот. Отлично. Отлично. Я тоже, кстати, об этом подумываю. Чтобы разделить это дело по сайтам. Потому что есть такая тема. Угу. Все правильно. Уверенность. Почему я говорю об уверенности? Потому что клиенты берут дизайнера, который будет защищать свой проект. Который будет уверенно говорить, как и что тут нужно сделать. И это проверяется на первой встрече с клиентами. Первая встреча, мы знаем, она самая долгая, самая вот такая насыщенная. То есть она у меня занимает часа два минимума. То и три. В зависимости от клиента. Насколько клиент хорошо будет поговорить. Поэтому уверенность в том, что вы можете это сделать, она, собственно, определяется, может определяться либо опытом, либо портфолио, либо личной уверенностью. Я хочу привести такой пример. А может быть, вы знаете таких ребят. Есть такие ребята. Hardmassive фирма называется. Вот. И яркий показательный пример – это Денис Генералов. Они начали… То есть я была с ним… Я познакомилась с ними, когда они только стартовали. У них вообще ничего не было. То есть они вот стартовали буквально вот… Да, знаете, да? Если вы знаете Дениса и вы знаете его партнера, вы понимаете, кто пробил потолок. Денис своей непоколебимой уверенностью убеждает всех. Заказчик премиум-класса, эконом-класса – это вообще не имеет никакого значения в данном случае. Вот. Это личная уверенность. Поэтому иногда шикарным дизайнерам не хватает вот этой личной уверенности. Они теряют просто потрясающие проекты. Значит, еще один пример. У меня очень хороший объект. У меня очень хороший объект сейчас, который никто никогда не увидит. Это проект «Лофт». И я для заказчика искала бригаду. Вот. И один бригадир, у него своя фирма, у него есть сайт, у него есть хорошее портфолио. Он приехал на классной машине такого хорошего бизнес-класса. И вот заказчик его прогнул очень-очень просто. Вот. А я приехала на метро. Понимаете? И я говорю, в чем же дело? Почему вы так в себе не уверены? Вы должны просто зубами вырвать этот шикарный проект. Потому что не каждый день попадается такой объект. Вот. Такой интересный, где можно реализовать вообще разные всякие штуки. Вот. Тем более заказчик даже сказал, что все получится. Может быть, я и дам сфотографировать его. Держим пальцы крестиком. Так вот, неуверенность этого человека меня просто поразила. У него есть все для того, чтобы быть уверенным в себе. Но он упустил этот проект, потому что он не уверен. А он же строитель. Он будет все это возводить. Кому как не ему. Здесь, понимаете, задавать вообще стоимость и услуг и прочее диктовать условия. Потому что он крутой, а фирма у него крутая. Но, тем не менее, вот как-то так. Так же, как и мы, должны уверенно вести клиента по дизайн-проекту. Когда мы начинаем работать с клиентом, у нас есть с ним договор. Да? У нас есть этапы проекта и у нас есть план работы. То есть каждый дизайнер работает по какому-то своему плану. Свои планы я вам сегодня расскажу. И когда клиент начинает гнуть свою линию и говорит, нет, мы будем работать так, как я скажу. Такое может сказать только клиент премиум сегмента. И тут ничего не поделаешь. Там совсем другие деньги и он, в принципе, не согласится работать по-другому. Это другая история. Это когда объекты, не знаю, от 10 миллионов долларов. Тогда да. А в любом другом случае клиент должен работать так, как вы ему скажете. Потому что от этого зависит результат. Поэтому мы ведем клиента по проекту со всей своей профессиональной уверенностью. Пятый пункт – это личный бренд. Это известность или экспертность, которую заработать, как выяснилось, очень просто. Жоль Хлей пишет, что в неделю назад эконом клиент пытался меня прогнуть, чтобы я работал как ему удобно. Да, есть такие клиенты, но вы же не прогнулись. Я верю, что вы не прогнулись. Просто когда вам такое предлагает клиент премиум класса, вы понимаете, что там совсем другой бюджет. Там стоит подумать, как и вообще что. Это такие люди, понимаете. Это не то, что один человек пришел и так сказал. Это вот особый класс, который ведет себя определенным образом. У меня есть очень классная классификация клиентов, которую я прописала по своим клиентам. Мне так посчастливилось поработать и в экономе, и в бизнес, и в премиуме. И у меня очень хорошая такая развертка получилась по всем клиентам. Поэтому вот, а с экономом стоит ли оно того? Как удобно. Как удобно. Да, без выходных. Нет, не задешево. Нет. Но все ваше время принадлежит этому человеку. Ну, в каких-то, конечно, рамках. Там есть свои моменты. Например, премиум класс очень, с одной стороны, уважает ваше личное время. Допустим, что у вас есть семья. Например, на одной встрече, когда клиент сказал, вы завтра будете у меня здесь во столько. А я говорю, а у меня у ребенка утренник в садике. И он так, ну хорошо. Не захотел быть таким подлецом и, в общем, смягчился. Но это такие разовые бывают вещи. Такая наглость с моей стороны и вот такое доброе с его. Переучиться. Работал в скетчапе. Так, он хотел... А, понятно. Ну, да. Разные бывают люди. Давайте продолжим. Про бренд и экспертность, известность. Ее приобрести очень просто. Приобрести очень просто. Нужно просто выстроить пошаговую стратегию. То есть, вот, что нужно делать. Если вы знаете такую фирму Архадиалог, они как раз занимаются этим для своих клиентов, для дизайнеров, которые заключают с ним диалог, договор. Вот. Они выстраивают для них такую стратегию. Ее можно выстроить самостоятельно. Абсолютно. Можно самостоятельно участвовать в конференциях, выступать там, то есть, подавать заявку. Можно писать статьи на различных популярных сайтах, развивать какую-то тему. Можно занимать вообще активную позицию в своей профессии в соцсетях. Постоянно что-то туда нести, потому что наши клиенты там. Мои клиенты есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Они сами об этом говорили, поэтому я это точно знаю. Участие в конкурсах. Активность на дизайн-форумах. Это тоже отлично. Участие в конкурсах, таких как PINWIN, например. Там тоже есть заказчики. Для меня это было открытие, но да. Есть заказчики, для которых статус дизайнера важен. Дизайнер участвует в конкурсе, он там победил. Мы его возьмем. Создание неординарных проектов, то есть, которыми вы можете как-то блеснуть. Например, дизайн-путешествия сейчас очень популярны. Наверняка вы слышали. Ага. Найти бы время для PINWIN, а я расскажу вам позже, как найти для этого время. Значит, с кем? С радиалогом обсуждали? Ну, не знаю, куда они пропали. Алексей, я вам скажу сейчас очень такую важную вещь, которую я научилась на своей работе с премиум-клиентами. Когда мне что-то нужно, неважно, кто куда пропал, я сама звоню, сама назначаю встречу и этого добиваюсь. Им вообще не нужно, чтобы вы прославились. Это вам нужно. Поэтому звоните, назначайте и приходите. А Свету вообще выловить очень просто. У нее есть график посещения. В Нанахимовском проспекте ее найти любой сможет. На дизайн-конференции сможет ее найти и выловить ее. Итак, да, все правильно. Так вот, прославиться очень просто. Давайте вспомним Анну Муравину, как она возникла неожиданно. Давайте вспомним Ирину Фефелову. Никто про них не слышал, внезапно они появляются, и они повсюду. Они где-то что-то рассказывают, заявляют о себе, и вот уже там у них какие-то проекты новые. Это действительно так. Это очень повышает стоимость. Книгу, которую продала Анна Муравина по очень высокой, такой, хорошей цене, 5-5,5 тысяч. То есть, если вы в курсе, если вы смотрите, сколько стоят книжные издания известных дизайнеров, то можно это все сделать более, купить книгу более бюджетней, какого-нибудь известного американского автора. То есть, эта известность помогла продать книгу по такой высокой цене. И то же самое касается дизайнерских услуг. Да, Света Котлукова помогла. Ну как помогла? Они заключили договор, она им помогла. И у меня к вам вопрос. А вы как-то продвигаете себя? Что конкретно вы предпринимаете? Просто вот пару-тройку, что вы что-то делаете? Если нет, пишите, нет, ничего не делаю. Это не страшно, потому что не обязательно. Может кто-то не хочет повышать свою известность. Может достаточно. Вот Сарафана радио, да. Есть фирмы, которые работают, никто их не знает. И работают себе совершенно спокойно на Сарафаном радио. Мне даже наоборот не хочется, чтобы они знали, что нет, нет. Мне и так зачем? Общаюсь в Инстаграме, участвую в конкурсах. Нет. Социальные сети, Инстаграм, Авито. Авито? Сайт. Инстаграм, Фейсбук, Инстаграм очень замечательно рулит сейчас. Статьи, сайт. Так, очень хочу, но ничего не делаю. Майя, надо делать. Нет. Так, в Инстаграм выкладывать? Никак. Пока только Сарафан. 95% Сарафан. У вас уже очень большой Сарафан. Так, пока нет. Я почему об этом говорю? Потому что, когда я ушла с работы, у меня не было никакого Сарафана. Ну, про меня ведь никто не знал, я же в фирме работала. Вот. И объявления на Яндекс.Диске нигде там я себе не делала. Вот. То есть, я выстроила свою стратегию продвижения и получила достаточно большое количество за один год, просто с ноля, не зная никого. Соцсети, форумы, конкурсы. Да. Мы делаем семинар. Вообще круто. Семинар для новоселов. Это вообще супер. Дарим партнерам магазины, салону картины. Группа. Угу. На форуме сайт, конкурсы. Непонятно, что выкладывать, когда нет проектов. Проекты всегда есть. Майя, я расскажу. У меня есть такая тема, что делать, если нет проектов. У меня у самой тоже когда-то было очень мало проектов. И было что-то там в наличии, да, вот какая-то вообще мелочевка. И я из этого сделала очень эффектные вещи. Я об этом расскажу, моя. Ты придешь? Если ты придешь на интенсив, я расскажу. Так. Как побороть себя, перестать бояться и взяться за первый проект? Угу. Так. Это очень большая тема, Мария. У меня скоро интенсив. Вы можете на интенсив прийти. Я расскажу. Вот как там, как там и что будет. Потому что у меня есть вот программа. Сейчас начало года, друзья. И наверняка все вы себе построили какой-то план. Построили себе план работ, план продвижения, план чего-то. У меня вот план расписан до мая месяца. Очень популярно. А все остальное так крупными мазками. Потому что если бы у меня не будет этого плана, ну, ничего не сложится. Потому что мой предыдущий год именно так и сложился. Благодаря написанному плану. Ирина, давайте я чуть позже про интенсив расскажу. Итак. Значит, фасад и имидж. Сайт, логотип, визитка и другие посты. Пост материалы. Значит, смотрите. Очень интересная тема. Недавно прения на Фейсбуке разгорелись. О том, что нужен ли сайт вообще. Многие пишут, что этот сайт вообще уже давно не работает. Вообще, то есть, заказчики не ходят на сайт. Ходят. У меня есть статистика. Заказчики очень ходят на сайт. А еще они ходят на правильные сайты. То есть, на правильно организованные сайты. Его нужно организовывать не с точки зрения, насколько он красивый. Не как вам все это нравится, все так здорово. И проектик, и фотография моя. Я знаю это по себе. Я так балдела, когда рисовала свой первый сайт. Я делала его совместно с человеком, который потом мне его верстал. Я так увлеклась с этой красивостью, что совсем забыла про навигацию. Про то, насколько это вообще полезно клиенту. Сейчас практически 80% клиентов заходят с телефона или с планшета. Эта вот статистика, она абсолютно стопроцентная. Люди заходят с телефона. И если сайт начинает глючить, если они находят сначала не то, что им нужно, немножко покупать и все, дальше они не идут. И они не увидят никогда прекрасный проект и что-то такое, если вначале вы поставите что-то другое. Поэтому нужно очень хорошо продумывать навигацию сайта. И логотип даже здесь не так важен. А вот именно, насколько клиенту будет удобно все это просматривать и насколько все это понятно будет написано. То есть тексты важны. Это занимает очень много... Написание правильного текста занимает очень много времени. Визитка. По визитке тоже есть большие споры. Визитка должна быть в двух вариантах. Первая визитка – это раздатка, по которой вас запомнят. Если вы дизайнер, а вы дизайнер, мы с вами выяснили, мы с вами познакомились, значит вы ходите по различным мероприятиям. Это нужно делать, это самообразование, это и вдохновение. И значит вас должны запомнить после мероприятия. Поэтому я рекомендую размещать там что-то такое. Например, фотографию или визуализацию какого-нибудь самого крутого вашего проекта, которым вы гордитесь. Я знаю, что фотографии не всегда хорошо получаются на визитках, но нужно добиться того, чтобы она получилась хорошо. То есть нужно постараться, чтобы фотография была красивая. Поверьте, вас тогда точно не забудут и сразу вспомнят и отложат вашу карточку. И никуда ее не выбросят. И визитка какая-то брендовая, очень красивая визитка, она должна всегда быть с вами на случай. А случаи такие бывают, когда вы встречаетесь с каким-то клиентом через знакомых внезапно. Поверьте, такое бывает. Поэтому это нужно делать. Например, я хожу не только на встречи дизайнеров. Я хожу на встречи, где различные менеджеры крупных компаний, какие-то бизнесмены, директора каких-то клубов, потому что это мои потенциальные клиенты. Соответственно, для них мне нужна красивая визитка, а не визитка, а раздатка. И они мне запомнят, потому что там не нужно мое лицо, там будет написано, что я дизайнер. В таких мероприятиях толпы дизайнеров не ходят, поэтому запомнят. Вот почему там не нужна фотография. А там, где много дизайнеров, всяких поставщиков, подрядчиков, то фото необходимо. Так, немножко вопроса пробегу. Хотите на сайте застройщика понравившуюся планировку, заказочную? Да, да, можно. Так, расскажите про интенсив, так это я сказала, не разрегистрированный в Инстаграме. Насколько это помогает? Продвижение себя очень помогает. Все туда выкладывайте. Нужно выкладывать по следующему принципу. Значит, одна третья часть – это ваши проекты, которые вы ведете. Значит, другая часть, третья – это о дизайне вообще, полезные советы для заказчиков, чтобы заказчикам было интересно. И еще одна часть – про себя. То есть, кто вы, чей-то Инстаграм, кому он принадлежит, что происходит у вас в жизни. Я не говорю, что совсем-совсем личное, но просто, чтобы люди понимали, кто этот человек. То есть, личность человека интересна, того, кто ведет Инстаграм. Я вам рекомендую посмотреть какие-нибудь Инстаграмы дизайнеров, которые вам нравятся, и обратить внимание, как они ведут. То есть, постарайтесь заметить тенденцию, то есть, какие фото появляются чаще, какие реже. То есть, Мила Колпакова, все верно. Но постарайтесь никого не копировать. Идите от себя, потому что Инстаграм должен быть похож на вас. Вот. Вот Мила Колпакова и Женя Жданова. Инстаграмы разные. Да? Они под личности. Это разные личности. Они ведут Инстаграм под себя, так как им удобно, и поэтому это и интересно. Да? Вот. Интересно и на Милу смотреть, как она в зеркале себя фотографирует. Интересно и на Женю Жданову смотреть, на ее семью, когда она фотографирует даже свою семью. Да? Вот. Мне интересно. Я смотрю. Вот. Кот. Нет, никаких котов. Только собаки. Я шучу. Если бы у меня была собака, я бы ее фотографировала и выкладывала. Но у меня ее нет. Давайте продолжим. Вот вопрос у меня. Что у вас есть из перечисленного? Сайт на конструкторе визитки. Пользуетесь ли вы визитками? То есть, есть у вас что-то, что вы можете дать человеку при встрече, при знакомстве? Что-то такое. Вот это я. Здравствуйте. Вот моя карточка. И когда вы получаете от человека визитку, обязательно посмотрите на нее. Это просто такой момент вежливости. Потому что он старался, он ее делал, и он дарит ее. Люди всегда над визитками очень-очень внимательны. То есть, поэтому вы должны показать, что вы обратили на это внимание, что вот она. Вы ее посмотрели. Так. Сайт визитки. Нет, пока в дизайн-студии работаю. Наталья. Когда я работала в дизайн-студии, я сделала себе визитку. Потому что я ходила по разным мероприятиям, мне нужно было как-то представляться. Вот. Тем более, что я делала проекты свои параллельно. Когда в студии работала, я знала, что я все равно оттуда когда-нибудь уйду в самостоятельное плавание снова. Поэтому вот визитки на дорогой бумаге. Это очень интересный вопрос. У меня целая стопка дизайнерских визиток. Знаете, каких там визиток больше всего? То есть, вот как они выглядят. Они серые, а на каком-нибудь крутом картоне и там каким-нибудь дизайнерским шрифтом написано. Вот так вот можно их разложить и заполнить стол просто одинаковыми крутыми дизайнерскими визитками. Дизайнерам нравится серый цвет или какой-то такой серо-коричневый. Просто они все одинаковые в итоге. То есть, все выбирают одно и то же. Это смешно, но это так. На визитке я как арт-директор. Правильно это я руковожу студией. Если вы руководите студией, конечно, все правильно. Просто если вы на кого-то работаете, а хотите представиться, как вы сами есть, что вы дизайнер сам по себе, то тогда нужно сделать отдельное. Ничего нет, надо делать. Мария, ой, Анастасия, простите. Пишу на лбу клиенту мой номер. Знаете, что хорошо тоже бывает? Тоже такая интересная фишка. Когда вы хотите, чтобы клиент получил визитку, вы просите сфотографировать ту визитку, которая у вас есть. Потому что вы говорите, а мне еще сегодня общаться, общаться с большим количеством людей. У меня такая безвыходная ситуация. Последняя осталась. Пожалуйста, сфотографируйте. Вот он ее точно не потеряет. Она у него в телефоне будет. Это самый вообще отличный вариант такой. Серые визитки и лого. Да, да. Сам по себе. Так. Сучу есть два вида визиток. Сайт фирменный стиль фартуки. Круто, круто, отлично. И далее. Детализация проекта. Это по его проработанности, насколько проект детализирован. Например, у меня в услугах есть спецификация электрики. Я ее не всегда вставляю, но если какой-то проект очень хороший, он стоит какую-то хорошую высокую цену, я включаю спецификацию электрики. Что это значит? Розетки и выключатели, когда мы с клиентом выбираем, так же, как оборудование сантехники мы расписываем, таким же образом архитектор у меня расписывает спецификацию электрики. Это очень помогает, во-первых, при покупке сэкономить бюджет. Это такая услуга. Она не входит в стандартный проект. Просто у меня есть возможность это сделать. И вот есть опыт работы с фирмой по продаже электроустановочных изделий. Есть такая фирма MSF Technology. Очень мне нравится эта фирма. И у нее есть такая услуга, где мы расписываем все посты. Это снижает риск ошибок просто, вот буквально до одной какой-то розетки. Особенно, если розетки, выключатели дорогие. Например, у нас был проект. Там по 60-80 долларов. Но вы знаете, виммер, выключатели, розетки, они не бюджетные совсем. И если кто-то ошибется, то это прям вот очень-очень жаль. А эта услуга, она просто потрясающая. То есть мы снижаем риски. Потому что менеджер может ошибиться. И очень будет жаль его, если он так себя накажет. И я буду тоже спокойна, что все у нас хорошо. Вот. Также есть, вы знаете, да, делают очень такие простые проекты. Развертки, такие базовые. Вот они. Вот. А есть проекты посложнее, где нужно потолок сделать посложнее. Можно какой-то узел разработать и заказчикам тоже показать, если строители не могут сами это придумать. То есть еще уровень строителей какой здесь нужно смотреть. Вот. Поэтому есть здесь такой момент, что можно взять цену. Цена должна быть выше. То есть у нас летом был деревянный дом. Ну, мы выставили две цены на более детализированный проект и более вот такой, ну, стандартный назовем его. Фирма электрики – это Vimar. Я вам сейчас напишу вот сюда. Так. А, фирма. Все, я поняла. MSF-технологии. Я не то написала. Сейчас. MSF-технологии. Менеджер Вадим. Мы с ним сделали не один объект. Вот. И я очень довольна. Это их услуга. И вообще, в принципе, то есть они очень круто и классно все делают. Также по свету можно тоже к ним обращаться. Человек, который занимается у них светом, он сейчас… У него есть дизайнерский вкус. И он все время ездит на и-салоне. А это очень важно, когда человек видел вживую какой-то светильник. И он может вам порекомендовать, дать рекомендации. Потому что каталоги все очень красивые. А то, что по факту придет, были нюансы, были нюансы очень нехорошие. Так. Далее. Вопрос теперь к вам. Теперь вы со мной поделитесь. Если у вас есть какие-то отдельные услуги, которые могут повысить стоимость вашего проекта. Что вы можете дать клиенту, помимо чего-то стандартного? Так. Мой вопрос. Я поняла этот вопрос. Майя, если ты сделаешь крутой какой-то проект и положишь себе его не один причем, а три. Потому что один – это случай, а три – это тенденция. И это показывает уже, что у тебя есть целая линейка, скажем, линейка продуктов. И у тебя есть опыт уже в проектировании подобных вещей. Потому что мы знаем, когда мы делаем какой-то интерьер, у каждого интерьера есть свои законы, когда мы его создаем. У классики свои законы, у современного дизайна свои. Там и асимметрия, и прочие всяческие расположения, и заполнение каких-то цветовых. Цветовые, да. То есть стены решаем пятнами. То есть там разные нюансы. Вот. Поэтому, когда у человека есть какая-то одна тема, к которой он идет, и она круто получается, тогда он, что называется, на этом собаку съел. И я бы вот к такому дизайнеру обратилась. Так. Мне можно показать скетч. Скетч сейчас очень популярен. Очень. Буквально вчера какая-то дизайнер в Фейсбуке спрашивала, кто мне может нарисовать скетч. Очень красивый. Заказчики сейчас просто… Да, они тоже ориентированы на скетч. Это действительно так. И умение рисовать – это только плюс. Не раз мы делали проект, когда нужно было нарисовать прямо в процессе объяснения клиенту чего-то. А разве вы так не делаете? Вот, когда вы с клиентом начинаете согласовывать что-то, какую-то кухню, например, или шкафы. Разве вы не делаете эскизов, не набрасываете? Клиент говорит, а вот я не понимаю, как здесь вот будет. Давайте вот… И я набрасываю от руки и показываю, как это будет. То есть, что я имею в виду, как у нас пойдет столешница. Вот такие вещи. Это же вы моментально закрываете вопрос. То есть, все, вы решили, набросали клиент, все понял. Поэтому скетчинг, да, скетчингу быть. Так, составление ориентировочных смет для проекта. Да, это вообще очень отличная тема, Алексей. Сказать могут фильм «Бродилка по…» А, «Бродилка по квартире». Ну, есть сейчас такая тема «Бродилка по квартире». Мне только непонятен ни один момент. Это значит, визуализация должна быть очень-очень крутой, получается. Если вот одеваешь очки и видишь все это вот настолько хорошо. Мне кажется, ловиз должен быть очень крутой, да? Вот. Так. Сейчас в поиске хорошей школы по скетчу. Пока не могу определиться. Угу. Я советую вам в Инстаграме посмотреть, Алексей. Ну, или напишите мне потом позже. У меня есть несколько вариантов людей, которые обучают скетчингу. Я могу дать им контакты. Вы посмотрите. Может быть, вам понравится. Комплектация посуды и постельным бельем. Да. Есть клиенты, которым это необходимо. Которые хотят… Да. Это можно повысить услугу. Да. Разработка индивидуальной мебели. Сценарий по свету. Угу. Да. Мы тоже это делаем. Но мы делаем это в комплектации. А вот в самом проекте, то, что входит в сам проект, это отдельная вещь. Это не касается комплектации. Со сметы. Угу. Так. Скетч как картинка с проработкой. Угу. Не нравится пока то, что вижу. Ну, вот, Алексей, напишите. У вас же есть мой контакт. Пообщаемся. Итак, давайте двигаться дальше. Что у нас тут дальше? И вот очень актуальный вопрос, который я решила поднять, потому что те, кто работает с бюджетными проектами, ну, даже не только с бюджетными, как не уйти в минус при согласовании цены с заказчиком? Есть заказчики, которые, бывает, очень продавливают дизайнера, да, то есть они хотят получить свою цену. Это, как правило, это бизнесмены. Вот. Они знают, сколько они готовы заплатить, и начинают дизайнера продавливать. Поэтому тут нужно сидеть на встрече с калькулятором и понимать, ниже какой цены мы опуститься не можем. Вообще, почему мы, в принципе, должны с клиентом торговаться, с какой стати? Это может быть по причине, если вам понравился проект. Проект. Бывает так, что приходит такой проект, что ты прям чувствуешь, что все пойдет. Вот ты уже на первой встрече начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, что замечательно, вот хотел поработать в таком стиле, и вот он наконец-то пришел. А заплатить много они не могут. Ну, что делать? Вот. Поэтому я готова снизить стоимость за счет каких-то услуг. Ну, что, я не буду их оказывать, да? Но зато проект в целом будет, он будет сделан, он пойдет. И, в принципе, это такое удовольствие работать над проектом, которое нравится. Поэтому давайте посмотрим, как быть в этом вопросе. Дизайн-проект у меня стоит 2500 квадратных метров. Это я беру 100 квадратов. Я решила отталкиваться от 100 квадратов. Вообще у меня варьируются цены, в зависимости от квадратуры. Оттолкнемся от 100 квадратов. Значит, личная консультация стоит 5000 рублей, это 3-4 часа. Почему 3-4 часа? Потому что больше не выдержит клиент, он не сможет информацию больше воспринимать. И вам будет тяжело. И вам тоже будет тяжело говорить 3-4 часа вместе с клиентом. Консультация онлайн. Это по скайпу. Это 1-2 часа тоже, потому что этого достаточно. То есть, я давала много консультаций онлайн. Я понимаю, что клиент тоже 2 часа – это просто потолок. Это 1000-1500, потому что вы никуда не едете. Это проще. Но в то же время онлайн-консультации можно решить меньше каких-то вопросов. Поэтому, прежде чем согласиться на какую-то консультацию, нужно уточнить, о чем вы там будете говорить. То есть, какая тема. Потому что некоторым клиентам вы не поможете онлайн-консультации. Наоборот, они только запутаются еще больше. Авторский надзор. Стоимость его зависит от сложности проекта. Сейчас цены на рынке от 20 до 50 тысяч рублей. У меня стоимость 35 тысяч рублей. Я эту цену варьирую в зависимости от того, что это за проект. Если он очень простой, и я понимаю, что там мне не нужно будет предпринимать каких-то очень… Да, за месяц. Это стоимость за месяц от 20 до 50 тысяч рублей. Стоимость зависит от сложности проекта. От того, насколько придется там дальше менять чертежи. Мы понимаем, что на авторском нужно будет что-то делать с плиткой. Да, нужно будет ее подгонять. Особенно, если это плитка какая-нибудь английская. То нужно будет чертежи корректировать. Вносить корректировки. Вот. Тем более, что если там плитка какая-нибудь метлахская на полу. То это да. Это прямо вот придется раскрадывать все очень-очень подробно, меленько. И это займет очень много времени. Соответственно, отсюда и цена. Авторский надзор занимает времени один раз в неделю. Он занимает примерно вот 3-4 часа он занимает. Сроки регулируются. Сроки, да, регулируются. Договор вы заключаете пока проект не построится. Или пока клиент не скажет, ну все, хватит. Я считаю, что я в ваших услугах больше не нуждаюсь. Я думаю, строители дальше справятся. Вот. Поэтому вот таким образом они и варьируются. Комплектация. От 7 до 10 процентов от закупочной стоимости. Сколько месяцев? Так вот, я и говорю, что не прописывается количество месяцев. Вы заключаете договор. И там написано, что вот вы ведете проект столько, сколько. Смотрите, у вас же есть строительная бригада. И они пишут, на сколько месяцев они решили, что стройку они осуществят. И вот это ваш ориентир. И это ориентир клиента. Он понимает свой бюджет. Сколько вы будете вместе с ним. Шесть или восемь месяцев. Или целый год в зависимости от стройки. Вот вы можете оттолкнуться от вот этих вещей. Так вот. Вы же был вопрос про то, что мебель расчерчивают. Это входит в комплектацию. Мы расчерчиваем более подробно на комплектации. От 7 до 10 процентов. Почему такая цена? Это когда 7. Это понятное решение. 10. Работа с мебельщиками. Согласование чертежей. Разработка индивидуальных изделий. Например, нужно разработать витраж. Вот я разрабатывала витраж. Я его расчертила. Я назначила определенные цвета определенным плашком. Да. Вот. И дальше пришел витражник. Перечертил этот чертеж. Добавил какие-то свои элементы. Потому что я не витражник. Я не знаю какие там должны быть нюансы. Вот. Он просто его слегка отшлифовал. И вот его работу я отслеживаю, согласовываю. И вот за это 10%. Вот. Так вот. Чтобы не уйти в минус при согласовании цены, нужно понимать сколько стоит у вас дизайн-проект, какие у него этапы и как с этими этапами работать. Давайте разберемся сейчас подробнее. Так. 10% кто платит? Заказчик. Да. Абсолютно. Заказчик. Не мебельщик. Не витражник. Всю комплектацию оплачивает заказчик. Проценты от поставщиков и подрядчиков я не получаю. Только по агентскому договору, если мы его с ними заключаем, они платят мне со своей прибыли. Вот. За секретным бонусом я не хожу. И это замечательно, поверьте мне. Итак, чтобы не... Почему замечательно? Потому что я сплю спокойно. Я получаю за свои услуги деньги. Я же делаю работу? Делаю. Заказчик мне оплачивает мою работу. Я с кем заключила агентский договор? За это я деньги получила. Если кто-то не хочет заключать со мной агентский договор, это не значит, что я не буду с ними работать. Есть фирмы, с которыми я хочу работать, потому что мне нравится их продукция, или нравятся их услуги. Ну, вот они не хотят заключать агентский. Ну и что? Я работаю, потому что они классно что-то делают. Поэтому... Поэтому вот так. Это не хорошая ситуация, когда закладывается дизайнерский процент, потому что в большинстве случаев это получается накрутка. То есть заказчик платит вам дважды. Я не понимаю, а почему вы должны бесплатно делать комплектацию? Как вы ему объясните? Любой нормальный клиент, он не понимает, почему дизайнер с ним ездит и ничего на этом не зарабатывает. Это настораживает, когда человек работает бесплатно. Такого человека нельзя контролировать. Так, Татьяна говорит, мы платьем как фирма своим приходящим дизайнерам. Так, ну вот с прибыли. С прибыли, не с накрутки. Потому что накрутка это не работает. Ну, не работайте с ними. Или с кем? С клиентом не работает. Клиенты жадные. Ну, тогда не делайте ему эту услугу. Я не хочу биться, честное слово. Был такой этап, я уверена, у всех у вас был такой этап. Все вы сражались за свои дизайнерские. И вот большая часть, она не приходит. Это какие-то постоянные распри, козни, а еще порча репутации еще какая. Вот. Очень трудно. Во-первых, с клиентом нужно сохранить хорошее отношение. Потому что одного клиента придет другой заказчик. Он обязательно придет. Не сегодня, не завтра. Он придет через год. Это обязательно случится. Вот. Вот. Такая моя политика. У меня позиция такая. Итак. А почему с фирмами не сотрудничаете? Вы им клиенты? Смотрите. Я сотрудничаю. Они мне платят агентские. Агентские. То есть, со своей прибыли. То есть, они не накручивают сверху. Они говорят, допустим, 15% дизайнерские, да, они накручивают сверху. И клиент платит. То есть, он платит вам 15%, только он об этом не знает. Вот так я не работаю. Я об этом говорю. Так. Так. Есть случаи, когда 10%. Да. Есть такие случаи. Но, конечно, тут, Алексей, всех стопроцентно не проверишь. Это точно. Просто нужно стараться работать с поставщиками, с любыми поставщиками. Наверняка у всех у вас есть хорошие по плитке и по паркету, с которыми есть хорошие взаимоотношения и более-менее честные отношения. У каждого дизайнера есть такие наработки свои. Клиенту сложно объяснить, что авторские наторы, комплектации, разные услуги. Сложно, но нужно. Нам необходимо это объяснить. Это наша работа и наш заработок. Если мы не объясним, он об этом не узнает. А презентацию вышлите? А если вам нужна презентация, я вышлю. Хорошо. Так. Накрутка давно в прошлом. Нет, не в прошлом. Она есть. И ведутся страшные бои. Как клиенты реагируют на процент? Мои все в шоке. Они считают, что это надзор, время на процент. Смотрите. Клиенты очень классно реагируют. Давайте я объясню, почему. У вас есть... Потому что для них это логично. Во-первых, они понимают, за что они платят деньги. То есть, вы этим занимаетесь. Вы занимаетесь этим вопросом. Вы должны расписать этот вопрос. Что конкретно вы будете делать? Во-первых, вам не обязательно делать комплектацию всю. Вы можете предоставить заказчику список. И он выберет, что из этого вы будете покупать вместе. У меня сейчас такая комплектация, например. Что-то заказчик купит сам. То, что не потребует от него каких-то больших усилий. А что-то ему выбрать крайне сложно. Там нужно заниматься с фирмой, там что-то утверждать. Он не хочет этим заниматься. Поэтому эти пункты мы прописали. И этим мы и занимаемся. А дальше видно будет. И нужно им все это объяснить. И они успокоятся, не будут в шоке. Объяснить, что это в принципе... Смотрите, они же не дизайнеры. Вы им объясняете, как в мире дизайна все работает. Они это понимают и начинают с этим. Так, касаемо всего. Когда человек сталкивается с чем-то новым, он выясняет, как там обстоят дела. И все. Объяснения, разъяснения. С ней нельзя ничего скрывать. Так, он считает, что если заплатил сопровождение проекта, то и поездки по магазину сюда входит. А почему он так считает? Вы пропишите в договоре, как оно должно быть. И он будет считать так, как прописано у вас в договоре. Бывает, что один светильник стоит 5000 рублей, но у одного там уже сидит процент, а другой добавляет к ним свои 10. Так, ну что ж. Я предоставляю заказчику три варианта светильника. И мы выбираем. Мы смотрим, какой светильник нам больше нравится, какая цена, какое качество. Смотрим соотношение и решаем, какой мы берем светильник. Мы никогда не сможем узнать, кто там что скрыл, кто что накрутил. Мы работаем с тем, что есть. Если мы узнаем что-то такое ужасное, мы перестанем работать с этой фирмой. Если после согласования с подрядчиком что-то пошло не так, кто оплачивает издержки? Если клиент оплатил и дизайнеру, и подрядчику. Я не получаю оплаты, пока это что-то не приедет на объект, и мы не увидим, что там все с этим хорошо. Мне было достаточно одного случая, в принципе, чтобы принять такое решение. К нам пришли бракованные кресла. Мы на них посмотрели, и мы их отправили обратно. Все, то есть хорошее были кресло, Home Concept. И мы решили, что... Я решила для себя так, что вот оно пришло, мы его приняли, оно остается на объекте, все все подписали, и заказчик оплачивает мне мои услуги. Презентация нужна. Отлично. Значит, будет. Так. У нас есть полное... Так. Понятие неполная комплектация. Ну, вот это и есть, да, неполная комплектация. В проект входит... Да, в проект входит ведомость по мебели, отделочным материалам и свету. Да, она входит, но это без стоимости. Я не прописываю стоимость этих вещей, потому что цены меняются. Пока я делаю один проект, стоимость на светильник добавится к нему 300 рублей. И это будет повод клиента подать на меня в суд за то, что я неправильно указала стоимость светильника. Или, допустим, в другом магазине этот светильник будет стоить на 500 рублей там дороже или дешевле. Поэтому никакой стоимости здесь нет. Стоимость мы прописываем, когда я иду на комплектацию. А в проекте есть ссылка, где его можно купить, этот светильник, ссылка на производителя. В редких случаях с заказчиком я делаю так. Я делаю отдельную графу. Давайте я не буду голословной. Давайте я вот так вот сейчас сюда пролистну, пролистну, пролистну. Пример альбома оборудования. Вот здесь прописаны цены. Я не вела комплектацию на этом объекте. Я сделала для заказчика эту графу. И он сам туда цены вписал. Я составляю спецификацию. Заказчик вписывает туда цены сам. Для себя. Вот он пошел, посмотрел. Мы же все равно с ним на словах подбираем. То есть мы понимаем, подходит ему эта цена, не подходит. Потому что на этапе проекта заказчик еще не готов озвучить бюджет. Мы сейчас смотрим, сравниваем. Понимаем, что в принципе унитаз готов за 16 тысяч купить. Поэтому он помечает сюда цену. Я внизу приписываю, что я не имею к ценам никакого отношения. Вот там есть такая формулировка. Вот мы здесь заполняем оборудование. И тоже касается любого мебели и света. То есть что-то, что-то где-то я помечаю. А потом в финале, это я для себя помечаю. В финале я выдаю заказчику без каких-либо цен. Я оставляю эту графу, чтобы он себе вписал. Для чего это ему нужно? Это если он уходит от меня без комплектации. Потом он так вот возьмет гостиную, кухню. Так вот все себе сплюсует. И поймет, какая у него в итоге стоимость выходит. И он сможет понять, где ему нужно ужаться. Скажет, что-то слишком дорого. Давайте-ка я диван возьму не за 1669 евро, а подешевле. То есть так будет картина у него перед глазами вся. И он поймет, где он может что-то сэкономить. А где-то он может и купить что-то более-более. Вот так это выглядит. И это у меня входит в стандартный дизайн-проект. Но без цен. Цены мы обсуждаем на словах. Когда клиент говорит, я хочу и комплектацию тоже. Тогда мы начинаем. Тогда это выглядит вот так. Видите, здесь один стул стоит. Когда у нас есть комплектация, тут будет стоять три стула. Или три дивана. Три похожих дивана. Это достаточно простой проект на самом деле. Проект Loft, который я сейчас делаю. У меня везде по три варианта. Потому что здесь такой скандинавский стиль. Тут более проще все. А там хотелось бы выкаблучиваться. Там вариантов три как минимум. Вот. И мы решаем. Мы подбираем вещи. Вернусь-ка я назад. Потому что я хочу озвучить вот эту тему. Она ужасно важная. Как не уйти в минус при согласовании цены. Есть дизайн-проект. Он делится на этапы. У каждого этапа есть своя стоимость. Так вот. У нас есть. Я вам рассказываю про то, какие у меня этапы. И как я определяю, что мне нельзя сейчас уходить ниже этой цены. Итак. Это замеры. Это фотофиксация и составление брифа. Замеры я могу делегировать, если есть такая необходимость. Но я это не делегирую. У меня есть архитектор. Я с ним еду. Но. Есть услуги. И это можно заказать. То есть. В принципе. Вот. Многие дизайнеры так делают. Это, по-моему, классно, что есть такие услуги. И они получают замеры от какой-то фирмы. Которые обращаются. Там есть фиксированная цена. Вот. И вы можете вот включить это в проект. Эту стоимость. Значит. Раз, раз, раз. Есть звук? Раз, раз, раз. Плюсик поставьте, пожалуйста. Да. Хорошо. Значит. В этом. Отлично. Вот. На этом этапе вы можете делегировать только замеры. Делегировать фотофиксацию. Ну, тоже можете фотофиксацию, в принципе, делегировать тем, кто замеры делает. Составление брифов, естественно, вы берете на себя. Вы же автор проекта. Далее. Начинается концепция. Что у нас входит в концепцию? Планировочное решение. Я могу делегировать тому, кто делает мне чертежи. У меня есть чертежник, у меня есть архитектор. Он мне делает планировочное решение. Каким образом это происходит? У меня есть техническое задание. Оно очень большое, полное, подробное, расписанное. Если я собираюсь этот этап делегировать, я делаю его еще более полным и более насыщенным. Алексей, я знаю, что есть этапы, которые лучше сделать самостоятельно. Да. Я просто хочу сейчас проговорить, какие есть варианты, потому что есть дизайнеры, которые заказывают этот вид. Поэтому мы сейчас говорим о том, что если вот кто-то заказывает, то это нужно обязательно сюда заложить. Вот. Если есть проверенные, порекомендуйте. Я не порекомендую, потому что я не заказываю. Я с архитектором своим езжу, я тоже люблю бывать на объекте. Мне нужно почувствовать пространство и посмотреть, как там все внутри. Концепция. Значит, есть концепция, планировочное решение. Я могу делегировать, потому что у меня есть техническое задание и планировочное решение мне может разработать проектировщик. Проектировщик на основе него предлагает мне 2-3 варианта. Сейчас я тоже проговариваюсь на какие-то детали и у меня получается планировка. Далее. Концепция. Ее я не делегирую, ее я делаю сама. Это вообще принципиальный вопрос. Я собираю это в 3D. Я могу сюда визуализатора притянуть, чтобы он мне коробку собрал, если у меня будет визуализация. Вот я так решила. И он мне собирает, а дальше я в ней уже начинаю что-то делать. Концепцию я не могу вынести в отдельную стоимость. Я могу вынести в отдельную стоимость только замеры. В данном случае концепцию я делаю сама. Она у нас остается, эта цена. Это 30% от стоимости проекта. Это от 300 до 500 рублей квадратный метр. Если клиент начинает продавливать по цене, я объясняю, до какой-то стоимости мы можем опуститься. Мы можем убрать визуализацию вовсе, либо мы можем чуть-чуть снизить ее стоимость. Соответственно, я возьму либо визуализатор подороже, либо подешевле, либо вообще недорогого визуализатора за 300 или даже за 250 рублей могу найти, сама сделать постобработку и у меня получится и виз, и какая-то визуализация у меня получится неплохая, если я сама на постобработке это все дело вытяну. У меня есть цена и я понимаю, что все, ниже этого нет. Виз 30%. Почему? Есть некоторые фирмы, там написано 600-800 рублей стоит этап визуализации. Ну, потому что это фирма. Естественно, визуализатор, он не получает эти деньги. Вы должны всегда оставлять для себя кусочек, потому что вы курируете. Вы делаете техническое задание, это работа и работа большая. Вы отслеживаете, даете рекомендации, подбираете декор. Поэтому вы свою работу тоже должны заложить. Вот. Поэтому вот у вас есть цена, это 30%. Из этого вы вычленяете, что получит у вас визуализатор и остается вот ваш доход здесь. Либо не остается и вы говорите клиенту, что мы это убираем. Рабочая документация – это 20% от общей стоимости проекта. Сюда у меня входит, собственно, рабочая документация, альбом мебели и света, оборудование, сантехника. Стоимость ее рыночная от 200 до 400 рублей квадратный метр. 200 – это прям вот совсем-совсем элементарно. 400 – это хороший такой проектировщик вам начертит. Может быть, архитектор. Вот. Поэтому здесь я тоже смотрю, насколько мы можем тут по цене просесть. Если 400 рублей, то это можно сделать побольше листов, можно сделать более подробный дизайн-проект. Это здорово, особенно если у заказчика есть хороший бюджет и если он на проект, но он не готов покупать авторский надзор. Такое бывает. Бывают заказчики эконом-класса, платят без каких-либо скидок за дизайн-проект, то есть они считают, что там должно быть все. Поэтому я предлагаю более полный дизайн-проект. Как я уже говорила ранее, что мы там более подробно все расчерчим, постараемся сделать дополнительные планы, которые помогут строителям. И другая стройка осуществится более профессионально. Мы можем дождать консультацию строителям. Такое тоже есть. Мы встречаемся со строителями после того, как они немножко пожили с нашим дизайн-проектом, посмотрели, у них накопились вопросы. Они обязательно накопятся. Если вы когда-нибудь ввели за кем-нибудь проект, то есть вам давали дизайн-проект и вы ввели потом авторский на здоровый, вы понимаете меня, что сразу ничего не понятно. Да, вы видите, но он еще как бы у вас на подкорке не записан. А у дизайнера записан, потому что он его делал. Вот. Поэтому вопросы, они всегда позже появляются. Соответственно, когда вы точно понимаете вот эту стоимость, вы понимаете, где вы можете сэкономить, где вы можете снизить стоимость по какой-то причине неведомой, вот, тогда клиент не сможет вот вас очень сильно продавить. Потому что, когда у вас работа вся прописана, когда у вас четко все это прописано в договоре, все эти процентные соотношения, все эти цены, вы понимаете вот эту свою точку, свою линию, ни с чего вы не можете опуститься. И вы сможете спокойно с заказчиком смело говорить, не теряясь на встрече. Вот. И, собственно, с саму встречу сможете вести, вести разговор, вести диалог. Так, чертежи у чертежников. Нет, у меня есть архитектор, она чертит мне чертежи. Вот. Раньше я сама чертила. Я считаю, что дизайнер должен пройти всю кухню сам, прежде чем начать делегировать. За исключением разве что визуализации. Не каждый дизайнер должен уметь визуализировать. Вот. И у меня теперь к вам вопрос. О, теперь мне тоже интересно от вас узнать. Вот по этому этапу. Пожалуйста, расскажите мне, как вы подаете заказчику концепцию. Что вы ему предоставляете на этом этапе? Например, я предоставляю, давайте не будем брать про него лучшее решение, мы знаем, что оно есть по-любому. Вот, смотрите, у меня это выглядит вот так. Это эскиз во в рейтуне, это есть коллажи. Это вот мой этап в проекте. Так, давайте. Сразу визуализацию, Олеся. Так. Интересно, а сколько правок на визуализации вносите? Какое-то есть у вас ограничение? Калаш, Ирина. Так, калаш. Делаю калаш в фотошопе. Эскизы. Калаш, скетч. Иногда просто перспективу из архикад. Перспектива из архикад отлично работает, кстати. Если дизайнер сам чертит в архикаде, он может дать перспективу, чтобы заказчик почувствовал пространство, чтобы он увидел. Еще можно человечка поставить. Да, это вообще хорошая тема. Коллажи, цвет. Так, калаш, он передает цвет. То есть я тоже по этому принципу работаю. Цвет, фактуры, текстуры. А вот это передает все наши объемы, которые у нас там будут, да? Перспектива тоже. Калаш. Супер. Понятно. Отлично. Ограничений практически нет, пока не появится итог. О, в среднем 3-4 корректировки. Угу. Мне бы хотелось бы сопрогнозировать все-таки, поскольку если визуализацию делаю не я, а делает дизайнер, он не будет делать бесконечно. Вот. Поэтому именно вот этим этапом концепции и коллажи я убираю вот максимум возражений, и мы все-таки приходим к тому, как у нас все будет. Правки бесконечные. Далее нужно от этого уходить. Добавьте что-то еще в концепцию, помимо виза. Планировка. Первый этап. Концепция. Второй этап. Визуализация. Третий этап. Да. Все так. На основании референсов сразу делаю черно-белое 3D. Потом дорисовываю от руки. О, круто. Круто. Так. Я делаю сама. Сама. Визуализация очень много времени занимает. Как бы я ее не любила, то что вы здесь видите, я ее делала сама, это занимает массу времени. А самое главное, что занят компьютер, и вы не можете делать ничего другого, потому что все тормозит. И мне очень жаль потерянного времени. Так. Все как один калаш. На айпаде делаю в Procreate. Ну, как продвинуто. Да. Времени много. Думаю, что поменяю принцип работы. Да. Я тоже за временем люблю визуализацию. Друзья, на такой вопрос, который касается ценообразования, но если вы занимаетесь визуализацией или заказываете визуализацию, вы наверняка знаете такой сайт 3DD, где есть модели. Давайте затронем буквально на 5 минут. У нас уже в принципе тема к концу подходит. Но это очень интересная тема, поскольку я сама как визуализатор имела очень большое количество моделей. Они у меня в папочке все хранились, организованные. И сейчас с нового года они ввели новые правила. И сейчас невозможно практически получить там профи аккаунт. Нужно, чтобы я отправила профи модель очень хорошую. Я ее заказывала, сама не делала. Мне отказали. И я вот теперь подозреваю, что мне нужен какой-то мега крутой моделлер, чтобы получить профи аккаунт. Александр, Алексей, вы покупаете? Да это же просто безумные деньги. Если покупать на все проекты. Все, что нужно, окупается. Серьезно. Очень странно. Одна модель стоит 110 рублей. Я считаю, что это просто для одного проекта. Это мега-мега дорого. Тем более хочется что-то то одно, то другое поставить. Они хранятся, да. Не все просто сохраняют модели. Я тоже храню. У меня очень-очень четкая база моделей. Все разбито и по назначению. Собственно, как вот на 3DD. Но я думаю, что в связи с этим моментом, который сейчас появился, должна повыситься цена на 3D визуализации. Поскольку я сама как визуализатор только в прошлом. Я точно знаю. Визуализаторы бывают очень хорошие. Но это не факт, что они хорошие моделлеры. И это будет занимать еще гораздо больше времени. Соответственно, стоимость на это вырастет. Поэтому у меня начали списать мои коллажи. И я заказчикам некоторым предлагаю просто коллажи и в аваритуне сделать. Потому что в аваритуне не так важно какая модель. Там все белое. И тут важен скорее образ того, как это выглядит. То есть образ кресла, образ дивана. Вот без всяких каких-то моментов. Это началось все только с нового года. Ну посмотрим, что у нас будет дальше. Начали покупать. Да, по 30 рублей. Я помню. У меня тоже была большая база моделей. Вот. Вот она вся у меня. Ее съел. Вирус. И я начала собирать новую. Ну что ж. Отлично. А Врейтун именно это то, что вы видите сейчас вот здесь на картинке. Это Врейтун. Это в 3дмаксе есть такая опция. Можно без текстур отрендерить. Но в линиях. Толщина линий задается. Друзья, у нас вебинар подходит к концу. Мы уже пересидели немножко времени. Давайте вопросы, если какие-то есть по ценообразованию. Если что-то непонятно, давайте проясним, какие есть моменты. Я рассказала вам о своем ценообразовании. О том, что мне помогает цену сформулировать клиенту. И обосновать ее. Из чего она вытекает. То есть то, что я допустим оплачиваю работникам своим. То, на чем я зарабатываю сама. Остальные проценты как распределяются. У нас получилось 100%. Смотрите, 20. Первый этап. 30% концепция. 30% визуализации. 20% рабочая документация. Если я не делаю визуализацию, как клиенту объясняю концепцию. Вот моя концепция. Это вот это изображение во Врейтуне. Я его делаю. И вот такой коллаж. Вот она концепция. То есть вот у меня фактуры и текстуры. Вот эта мебель, которая будет там стоять. И собственно вот сам эскиз. Эскизом это трудно назвать, конечно. Это все равно 3D. Вот. Так. Первый этап. Обмеры и бриф. То есть техническое задание. Это первый этап. Обмеры, бриф, фотофиксация. Очень большой, насыщенный этап. Он очень важен. Он важен не только для того, чтобы круто там техническое задание подготовить. Но это еще знакомство с клиентами. То есть вот вы поговорили у вас на первом этапе. Вы вроде бы сошлись, заключили договор. Нужно пообщаться с ним еще плотно на техническом задании. Чтобы понимать, что вы друг другу понимаете, что все в порядке. Вот. Чтобы вы хорошо сошлись. Это тоже имеет значение. Да? Вот. Общение, насколько вы друг друг понимаете. Что вы говорите на одном языке. Так. Вот вы делаете спецификацию. Подробную. Много ли людей остаются с вами на комплектацию? Могут ли сами купить так же? Александр, понимаете? Я считаю, что это обязательная часть. Потому что проект без альбома мебели и света, это просто картинки. Ну это просто картинки, которые я придумала и нарисовала. Это должно основываться на чем-то. То есть заказчик, у него должна быть возможность пойти и самому купить это все. и он пойдет и это сделает, если это клиент эконом-сегмент, если это бюджетный проект. Поэтому он пойдет и купит. А дизайнер, который этого не делает, это скорее художник, на мой взгляд. Заказчик, который закажет комплектацию, это вот скорее уже куда-то вот эконом, скажем, ближе к бизнес-сегменту. Бизнес-сегмент, для него очень важно время для этого человека. Он его экономит, поэтому он делегирует все это дизайнеру. Эконом-сегмент не жалеет своего времени, потому что они лучше купят хороший диван, хорошее кресло. Это их выбор. Я абсолютно ничуть не осуждаю, потому что с какой стати. Я считаю, что в проекте должно это быть. И каждый человек должен себе иметь возможность позволить дизайнера. Вот. И полный проект считается только когда его можно осуществить с дизайнером или без. Так, сейчас подождите. Немножко. Так. Первый этап. Так. Авторский надзор. Немножко. Вы пишите еще. Оно прокручивается. Авторский надзор. Если стройка тянется, клиент отказался от оплаты. Как прийти к хорошему финалу? Если он не оплачивает авторский надзор, то вы прекращаете там работать. Перестаете туда ездить и начинайте новый проект. К хорошему финалу? Ну, у вас есть проект. Значит, по нему хорошие строители придут к хорошему финалу. Если заказчик отказывается от авторского, я вам предлагаю хотя бы несколько консультаций для того, чтобы цвета согласовать. потому что выкрасы или согласование краски какой-то, что привезли на объекты и покрасили варианты образцов – это да. То есть, это будет ему дешевле, чем авторский. И все-таки проект придет к хорошему финалу. И заказчик, да, понимает. Олеся, я давно так работаю, и только такой принцип заказчик мой и понимает без визуализации. Вы знаете, какой заказчик не понимает и который точно хочет визуализацию? Это клиент, который, скорее, давно планировал свое жилье, и вот наконец-то он смог позволить себе дизайнера, и он хочет растянуть этот момент. Он прям растягивает, получит удовольствие от утверждения различных вариантов. Человек, который хочет построиться и скорее заехать, жить, он прилагает все усилия, чтобы понять проект. Я считаю, что вот эти эскизы, они очень понятные. Вот. Это все то же самое, только не в свете. Поэтому это, скорее, психологический момент, а вот мне понятно, непонятно. Дарья. 20%, 30, 30 и 20. То есть 20% – это техническое задание, 30% – концепция, 30% – визуализация, 20% – чертежи. Какая разница, обычный рендер – это или во Врайтоне? Время столько же примерно уходит? Нет, не столько же, меньше гораздо. Тут же нет текстур. Вот. И свет здесь можно не настраивать. Вообще можно точки не запускать. У нас же время на рендер уходит. Почему? Освещение, да? То есть, как вы настроите освещение. От этого зависит, сколько времени. Ну, то есть, насколько хорошо вы настроите освещение. Во Врайтоне вообще его можно не настраивать. Просто картинку в фотошопе можно высветить, если там темно. И все. Оплата после выполнения или предоплатой? Только предоплатой. Это важно. Особенно если вы нанимаете человека, который будет выполнять какой-то этап. Только по предоплате. Как не потерять клиента из-за небольшой цены, чтобы не испугались, что ты бездарность? Просто аргументировать хорошо. Вообще-то так, чтобы не испугались на бездарность. Тихо. Но у вас должно быть портфолио. Значит, портфолио и строго сформированная позиция. У вас есть договор. В договоре вы прописываете этапы работы. Как все будет происходить. От начала до конца. Про техническое задание. Про концепцию. Сколько времени уйдет у вас на эти этапы. Один важный момент, что согласование этих этапов не входит. Переделки этих этапов не входят в срок выполнения проекта. Вот. И объяснить, что вы вот так работаете. Вот ваше портфолио. Одно такого уровня. Допустим, если у вас визуализация невысокого уровня. Или вы рисуете. Вы объясняете, что собственно поэтому и цена невысокая. То есть, вот для такого уровня у меня такая цена. Вот. Почему бездарность? Это вы разве не учились где-то? У вас есть образование? Вы дизайнер. Почему бездарность? Вы получили образование. Можете работать дизайнером. Выстроили стратегию. Дизайн проекта. Своей работы. И вперед. Цена зависит от стиля. Так. Зависит ли цена от стиля. Смотрите. У меня такая стоимость, потому что у меня такое портфолио. Если бы я работала в какой-то классике сложной, а цена была бы другой. Она была бы выше. Потому что там проработка была бы больше. Поэтому вот это моя ключевая компетенция. Поэтому у меня такая цена. Если вы будете выводить какую-то другую стилистику, то стоит задуматься о том, чтобы взять больше денег. Почему? Потому что вы будете заниматься этим проектом гораздо дольше. Соответственно, это займет больше времени. Без спецификаций. Когда делала, потом меня дергали. Очень много времени тратила. Все равно. Спецификация нужна. Я просто делаю это в рамках комплектации. Александр Ковалев. Если к вам обращаются сразу с комплектацией, это прекрасно. То есть, пожалуйста. Замечательно. Но ко мне, к сожалению, не всегда обращаются с комплектацией тоже. То есть, по-разному бывает. Я говорю о вариантах. Если приходит заказчик и говорит, что я сразу у вас и комплектацию куплю. Поэтому здесь можно выстроить работу немного иначе. Например, как? Например, на этапе концепции можно сразу какие-то вещи запланировать. Вещи, которые нравятся клиенту. Например, мы запланировали кожаные диваны, кресла, кровати сразу определенные. Которые клиент сказал, я точно хочу, чтобы они были. И еще кое-какие вещи. Поэтому, да. Все зависит от того, эти услуги идут дальше с вами или нет. Ездите ли вы по магазинам с клиентами? Как вы выбираете плитку и обои? С клиентами по магазинам я езжу. Мы составляем график выездов. В определенные дни мы раскидываем вперед на пару-тройку недель. И планируем, что в эти дни мы будем покупать. Это тогда идет комплектация. Значит, у меня нет бесплатных выездов, если я делаю просто проект. То есть, я делаю из того, что я сама знаю. То есть, есть в интернете плитка. Значит, клиенты у меня сами берут и едут. Как правило, почему так? Давайте я объясню, почему так. Это очень важный момент. У клиентов у самих нет времени куда-то поехать. Они еле-еле находят время хотя бы в выходной куда-то съездить вдвоем что-то посмотреть. Если они едут, я им даю список того, куда им нужно сходить, что посмотреть. Они приходят и видят, и вот с этим соглашаются. А в основном мы договариваемся о том, что все это мы смотрим в интернете. Есть прекрасные сайты типа Третто, еще какие-то. А еще когда я сама езжу по магазинам, я могу для своих клиентов, с которыми не выезжаю, сделать фотографии. Фотографии светильников, фотографии плитки. И прислать им и сказать, что смотрите, вот она, это ваша плитка. Вот так это работает. Бывали ли случаи, когда вы работали без визуализации, итоговый результат настройки не соответствовал тому, как понял по коллажу концепцию заказчик. Значит, вообще визуализацию чаще всего заказывают. У меня пока был только один проект без визуализации, клиенты отказались. Но я там делала подробные коллажи, и им все понравилось, и они все согласовали. И все, собственно, строится, все хорошо. Поэтому визуализация, как правило, есть. Вообще я заказчикам объясняю, что им нужно бывать на объекте, смотреть на объемы, потому что когда мы смотрим картинки, мы видим большой ракурс. И все равно в реале это будет восприниматься немного иначе. Вот когда вы сделаете фотографию этого же ракурса и положите рядом с визуализацией, оно будет похоже. А когда вы будете в помещении, оно все равно все будет иначе. То есть вот эти вот ощущения от того, как это все. Поэтому я скорее сторонник коллажей, нежели визуализаций. Потому что там фактуры, текстуры видны, вот там все очень хорошо. На визуализации освещения, вот это вот оно, это все красиво, все замечательно. Но если вот клиент хочет более полно почувствовать, то тогда мы все-таки, я бы посоветовала обратиться к материалам. То есть прочувствовать материалы. Потому что когда он сядет, он не будет стоять в определенном месте и высматривать этот ракурс. Он будет сидеть на диване, он будет трогать диван. Он будет вот рядом с этой покрашенной стеной сидеть. Вот он будет все это видеть вблизи. Я считаю, что это будет немного другое восприятие. А вот до и после, когда делают, это скорее такая картинка, чтобы клиент пришел. Это такой рекламный маркетинговый ход, что ли. Чтобы клиент пришел и сказал, что классно, вот у вас как было, так вы и сделали. Вот молодцы. Вот поэтому в реале все равно как-то все иначе это все видит. Так, оплата после выполнения или предоплата? Предоплата. Предоплата этапа. Начинается этап технического задания, идет оплата 20%. Сколько проектов в данный момент у вас получается вести? Два проекта. Больше не получается. Пробовала, сложно, не хвости больше. Почему? Объясню. Это, кстати, касается и формирования портфолио. Получается очень сложный замес. Стили, даже если не чуть-чуть отличаются, я не могу вот так вот перекидываться от одного объекта к другому. Я настраиваюсь на один и делаю, делаю для него дизайн. А если вести очень много параллельно концепций, я сейчас именно про концепции говорю, очень сложно перекидываться и придумать что-то действительно достаточно интересное. И никакого удовольствия от работы. Ну, то есть хаос какой-то. Поэтому два, не больше. А когда, в каком размере брать предоплату? Так, кто-то ускакал. А, вот брать предоплату, если с клиентом договорились и ударить по рукам. Вы подписываете. Значит, смотрите, первая встреча с клиентом. Вы поговорили, все в порядке. Я на первую встречу иду с договором. Потому что очень часто на первой встрече мы уже подписываем договор. Почему? Потому что клиент никогда не приходит случайно. Он уже побывал, посмотрел портфолио. Он увидел стоимость. Он прикинул, сколько это будет стоить. То есть, у меня же на сайте написано стоимость. Вот. И они приходят уже готовые подписать проект. Редко-редко на первой встрече проект не подписываем. Ну, потом откладываем, может быть, что-то. И это случается чуть-чуть там, на следующий раз. Подписываем. Оплата. Далее действуем. Стоимость проекта, сколько входит встреч. Столько, сколько нужно. Конечно, я понимаю, что в разумных пределах хорошо. Но это выглядит так. Есть техническое задание. Вы его сделали. Вы приходите с клиентом. Вы его согласовываете. Какие-то правки внесли, ушли. Встретились еще раз. Техническое задание, кстати, это такой момент, который можно отправить по почте, чтобы клиент его пересмотрел. Это можно отправить по почте. Значит, дальше. Вы сделали в конце. Вы сделали планировочное решение. Вы пришли с клиентом на встречу. Посмотрели. Значит, да, да, нет, нет. Как правило, включаются какие-то небольшие правки. Из трех проектов компилируется один. Мы вносим эти правки. Уже дальше я ухожу, переделываю это. И вот эти переделки я уже могу отправить по почте. Вторые. Они посмотрят и скажут, да, хорошо. Все. Мы в следующий раз встречаемся и начинаем проговаривать следующий этап. И там поступает оплата этого следующего этапа и так далее. То есть, первая презентация, она всегда личная. Что-то остальное уже можно отправить по почте. Также я делаю, записываю видео, где объясняю, как и почему я так поступила. Я всегда объясняю клиенту, почему сделан этот проект так или иначе словами. И вот показываю изображение. Чтобы он не додумал. Так. Не совсем поняла, что вы включаете в услугу комплектации. Учет бюджета заказчика здесь рассчитывается. Значит, смотри, делаю только проект. Там бюджет рассчитывается, ну, перекидывается примерно. Из чего я исхожу? Из своей классификации клиентов. То есть, у меня есть некая классификация клиентов, которая для себя уже давно составила, да. Есть клиенты эконом-класса. Они тоже делятся на несколько сегментов. Есть клиенты бизнес-класса. Там тоже есть свои сегменты. И, ну, VIP я не беру, соответственно, да, потому что они работают об основном в ООО. Или с именными дизайнерами, у которых тоже есть ООО, которые предоставляют какие-то там услуги полностью, целиком под ключ до тапочек. Итак. И, значит, по тому, что рассказывают мне заказчики, по тому, на что они готовы, какие они готовы, каким ценам они готовы, какую мебель они готовы заказать. Они начинают говорить мне какие-то бренды, book-концепт или там что-то они видели по какой-то цене или рассматривают какую-то плитку. Я понимаю примерно, то есть в каком ценовом сегменте мы сейчас что будем делать. Вот. И таким образом у нас есть некий бюджет, который они потом сами могут подбить по тому альбому, который я им выдаю, да. То есть что-то где-то взять дешевле, что-то где-то добавить. Сайт напишите, пожалуйста. Ой, я не поняла, какой сайт. Уточните, какой сайт написать. В какой программе выполнен ваш эскиз? Он выполнен в программе 3D Max. 15-й 3D Max. Так. Сколько времени уходит про проект, скажем, трехкомнатной квартиры, 4-5 помещений? 2-2,5-3 месяца. Сроки зависят, скажем, если без согласований, то 2 месяца. Если с согласованиями, то тут не могу ответить. Почему? Потому что зависело это время года, уезжают ли клиенты в отпуск, ездят ли эти клиенты в командировки. То есть многое зависит от клиента. Потому что если клиент уехал в командировку, может согласовать жена. Но, как правило, этого не происходит. Мы ждем, когда муж вернется. Они принимают решения совместно. Поэтому и не включены в договор. То есть согласование. Удаленно работать стоит дешевле. Да, она стоит дешевле. Просто дизайнеры, которые берут рублей по 600 за квадрат, но срок ставят две недели. Очень-очень плохие люди. Пусть работают, жаль заказчиков. Но, с другой стороны, когда заказчик еще немножко смотрит рынок, он понимает и сравнивает. Поэтому можно очень дешево что-то купить. Но что это будет? Договор один на весь проект, в котором прописаны все этапы и оплата. Либо на каждый этап отдельный договор. На все перечисленные четыре этапа один договор. На комплектацию второй договор. На авторский надзор договор. Я могу прояснить. Давайте я еще на несколько вопросов сейчас отвечу. Которые сейчас последние за 600 рублей. И все. Потому что уже у нас время истекает. Смотрите. Очень важный момент. Есть дизайнеры, которых авторский надзор и проект, они в одном договоре. И здесь есть плюсы. Какой здесь есть плюс? Вы заходите на объект. Вы можете получить фотографии, процесса. Особенно, если вы начинающий дизайнер. Это прям вообще очень классно. Как плитка выложилась. Какие выкрасы. Как это все вместе совместилось. Вы получаете шикарный опыт, если у вас опыта мало. Да? Вот. Ну и потом вы продолжаете общаться с клиентом. И есть какая-то вероятность, что еще комплектацию вы можете зацепить. То есть вы зашли на объект. То есть здесь есть момент, что вы можете дальше продолжить. Вот. Но у меня это отдельным договором идет. Поэтому я считаю, что можно работать и так, и так. Единственное, что нужно сделать, это нужно заходить туда со своей бригадой. Или со своей знакомой бригадой. Потому что вы тогда спрогнозируете, какие там будут сроки. Потому что вы должны иметь возможность прекратить договор тогда, когда вам это нужно. Чтобы вы тоже там не оказались заложниками. Вот. Так. На каждый этап закрывающий акт. Нет. Актов нет. Есть этап технического задания. И дальше мы движемся. Нет. Актов никаких нет. Акт идет уже в конце, когда проект у нас закрывается. Акт выполненных работ. Нет. Только в конце. Сайт хороший по комплектации. Я разве говорила про сайт про комплектации? Я что-то не поняла. За 6 рублей может быть только рабочка и планировки. Да. Какое у вас юрлицо? ИП. Если... Я всем рекомендую не работать физиком. Лучше работать ИП, платить налоги или покупать патент. Если вы... Патент... Мне сейчас не выгодно патент брать. А вообще патент это классная штука. И это... Это скорее для фирмы подходит. Потому что у фирмы очень... Но есть работники и очень-очень много проектов. Тогда им выгодно. Если вы делаете проект без надзора и заказчики присылают фотографии выбранных материалов и мебели, ватсап и регулярно. Я прошу их перестать это делать. У меня... То есть если мы с ними попрощались, то мы попрощались. Это могут делать только заказчики какие-то, с которыми у меня сложились какие-то теплые отношения. Но здесь нужно быть аккуратным. Я не сторонник дружбы с заказчиками. Вот прямо... Вот прямо дружба-дружба с заказчиками. Это всегда плохо заканчивается. Начинайте дружить с заказчиком, когда проект закончите. Потому что он попросит вас потом подсрочить оплату следующего этапа или что-то еще. Короче, отношения должны быть деловыми. Вежливыми, хорошими, прекрасными. Это возможно. Общаться на «вы». Пожалуйста, общайтесь со всеми на «вы», пока все это происходит. Потом можете подружиться. Что ж, да. Олеся. Да. Счастливо. У меня приятный голос. Это замечательно. Спасибо. Так. Третто. Третто. Хорошая фирма. Да. Я с ней работаю. Так. Давайте Тоня. Я так условно проведу черту. После Тони. Это был последний вопрос. Так. Сайт «бокконцепт». Ну, сайт так и называется «бокконцепт.ру», по-моему. Так. Вы чертите в «Автокаде» или «Архикаде». Мой проектировщик чертит в «Автокаде», а я черчу в «Архикаде». Средняя цена по Москве. У меня средняя цена по Москве, да. Если город другой, как понять, какую цену ставить? Значит, что бы я сделала? Я помониторила бы цены по городу. Я бы сделала мониторинг своих конкурентов. Другие дизайнеры, по сути, это ваши конкуренты. Вот. Посмотреть, какие их работы, какой перечень у них. То есть, что они за эту стоимость дают. Проанализировать. И вывести для себя, чем вы от них отличаетесь. Найти свои плюсы. Свои плюсы найти очень просто. Приведу пример. Например, есть дизайнеры, которые устраивают навстречу морозговой штурм и быстро дают заказчику решение. А есть дизайнер, который уходит, ему нужно подумать. И приходит, он взвешивает и обдумает решение. И те, и те работают классно. Поэтому, если у вас что-то из этого, вы это задвигаете. Если второе, то второе. И никто даже не подумает, что мозговой штурм – это плохо. Лучше пойти и обдумать все, как преподнесете. Поэтому обязательно сделайте мониторинг своих конкурентов. А потом, когда вы это сделаете, выявите для себя то, чем вы отличаетесь, и то, что вы будете рассказывать клиенту, они перестанут быть для вас, эти дизайнеры перестанут быть для вас конкурентами, потому что вы уже будете спокойным, что у вас все будет хорошо. У меня очень много знакомых дизайнеров. Мы прекрасно общаемся и не боимся, что кто-то от нас, от кого-то уйдет, кому-то придет. Как только вы примете это решение, вам станет легче жить и работать. Так, отлично. Полезно, интересно, замечательно. Запись. Так, записи вебинара не будет. Так, спасибо большое. Презентацию, да. Кто хочет получить презентацию, пожалуйста, пожалуйста, сейчас я вам кину ссылочку. Зайдите на мой форум. Вы там зарегистрируетесь, и всем, кто сегодня, край завтра зарегистрируется, у меня классная техподдержка, они вышлют вам презентацию. То есть мы поймем, что это вот вы, сегодня, завтра. Вот. Сейчас я ссылочку вот так сюда. Вот. Мы там эту презентацию оставим, и вы можете ее скачать. А кто уже зарегистрирован, может просто ее скачать, Летяна. Форум на сайте. Форум.рубякова.ру. Мне так будет проще. Просто у меня, мой модератор посмотрит, скажет, вот эти люди были, значит, все. Пару слов про интенсив. Да, чуть не забыла, спасибо, что напомнили. Ну, смотрите. Я решила сделать интенсив. Интенсивный интенсив. Вот он. Значит, программа интенсива следующая. Я расскажу, как начинать работать, если у вас нет портфолио. С чего начать? У меня у самой когда-то не было портфолио. Я поняла, что мне нужно работать с тем, что есть. Я его приукрасила и эффектно подала. Я расскажу, как нужно это сделать и что нужно взять из того, что у вас есть, и как его подать. Этого будет достаточно, чтобы стартовать и стартовать хорошо. То есть, я варианты старта для начинающих расскажу. Self-брендинг. Как позиционировать себя в дорогих салонах, на дизайн-мероприятиях, если вы новичок? Это очень важная и классная тема. Я на себе это очень хорошо прочувствовала. Особенно, когда в Москву приехала работать, где меня никто не знал. Вот. И нужно было как-то представляться. И расскажу, что нужно при этом при себе иметь, что нужно говорить, чтобы не чувствовать себя неловко. Потому что мы дизайнеры, мы должны посещать всякие разные красивые салоны для вдохновения, для всего-всего. А что у нас там происходит? Менеджеры начинают брать нас в оборот и просто начинают наседать и просто руки выворачивать. Вот. Я расскажу, как избежать вот таких вещей и провести время с удовольствием. И менеджера не обидитесь, чтобы все у вас хорошо было и подружиться с ним. Как не потратить время пустую на мероприятии? Это вообще очень классная тема. Особенно для москвичей, потому что мероприятий здесь проходит очень много. На всех хочется сходить. Так. Проблема. Так. Регистрируется аккаунт на этом сайте. Так. 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 Ребята, если у кого-то будут проблемы, пожалуйста, напишите сейчас помимо Алексея. Алексей, вы у меня есть, поэтому вас я знаю. Если у кого-то сейчас еще будут проблемы, так, вдруг ни с того ни с сего, тогда я на всякий случай пишу сюда свою техподдержку. Сейчас. Вот. Вот. Это на всякий случай, это моя техподдержка. Вот. Она очень хорошо работает. Технические вещи решает быстро и оперативно модератор Алексей. Так. Значит. Смотрите. Вы зарегистрируетесь на форуме. И когда там будет презентация, в новостях появится объявление. Там есть раздел новости. Вот. Вот она презентация. Вот она здесь лежит. И вы сможете ее скачать. Вот. Все очень просто. Там очень простая навигация. Мы очень долго продумывали все это, чтобы все было просто и понятно. Давайте еще немножко про интенсив. Договорю. Вот. Так вот. Как не потратить время на пустую мероприятие? Ни в коем случае не взять и на мероприятие. Просто так. Мало просто получать удовольствие. Нужно там еще что-то полезное получить. Вот об этом мы с вами и поговорим. И про культуру делового общения. Я хочу поднять эту тему. Последнее время очень много каких-то стычек, склок и прочих вещей. А почему я хочу об этом поговорить? Потому что очень много хороших проектов ко мне пришло от моих коллег. Вот. От дизайнеров. Вот. Поэтому поговорим о том, как избегать неприятных ситуаций, чтобы не случилось такого, что от нас ушел хороший проект. Я расскажу про свою статистику, откуда ко мне пришли какие проекты в прошлом году. И вы не поверите, но не от заказчиков они пришли. Они пришли от коллег, от поставщиков. Ну, я расскажу, в общем, от кого. Это было удивительно для меня. Вот. Но вот эта тема, она работает. Расскажу, как найти клиента. Что нужно сделать, чтобы сарафанное радио заработало. Расскажу действия, которые нужно предпринимать для привлечения клиентов. Это не общая информация, вот такая общая. А это конкретная информация, что нужно сделать. Как я уже сказала, я себе написала план на этот год. У меня был план в прошлом году. И, следуя по этому плану, я пришла к тем клиентам, которых давно хотела иметь. Именно поэтому я так свое портфолио и формирую. Поэтому я и хочу об этом рассказать. Именно поэтому я считаю, что они такие друг другу не конкуренты. Потому что я знаю, как найти своих клиентов и с ними работать. Что делать, чтобы клиент сам нашел вас? Это вообще тоже классная тема. Почему я об этом рассказываю? Я вообще не даю никакой рекламы. То есть, вот там какой-то Яндекс.Директ. Я это знаю понаслышке. Нигде я ничего не рекламирую, деньги в это не вкладываю. Прям конкретные деньги никуда. Я это делаю другими своими способами. Значит, вот если вам эта тема интересна, если вы хотите их разобрать, мы с вами будем это разбирать. Там расписано, как будет проходить интенсив. Он будет проходить интенсивно. Мы будем делать задание. Он будет длиться с десяти до шести вечера. Я подозреваю, что он продлится даже чуть больше. Потому что очень много тем. Вот. Где-то вы должны будете поработать сами. Что-то я вам дам сама. И сколько стоит эта информация? Написано на сайте. Алексей, пройдите, пожалуйста, по ссылочке и посмотрите. Потому что там внизу есть стоимость. Это стоимость примерно одного мастер-класса. Этот вебинар у нас с вами один. И записей не будет. Потому что записей делать не планировала. Это у нас такой с вами между собойчик. И я хотела с вами пообщаться тоже. Чтобы вы мне рассказали, как у вас тела обстоят. Как у вас все происходит. Потому что я знаю, как у меня все происходит. Значит. Так. Ссылочку я кидала. Давайте кину еще раз. Вот. Вы вниз прокрутите. Внизу стоимость. Есть варианты стоимости. Продажи начались сегодня утром. Индивидуальные пакеты там, по-моему, уже практически все купили. Так. И я специально назначила вот так вот. Чтобы либо вы слушаете. Если домашнее задание, то не больше десяти человек. Я поняла, что я просто не потяну. Как я проводила тренинг по коллажам. Ответы занимают много времени. А качественный ответ занимает еще больше времени. Но чтобы все это проработать хорошо. Поэтому не больше десяти человек. Просто времени иначе не хватит. Вот. Темы все актуальны. Откуда они родились эти темы? От моих коллег. От моих коллег, которые начинают работать. Вот у них все эти вопросы, проблемы. И меня это все удивляет. И я писала, писала им ответы. Но в какой-то момент я поняла, что лучше один раз все это сделать. Рассказать. И вот в WhatsApp. И прекратить переписку в WhatsApp. Потому что, потому что, смотрите. Мы сейчас с вами про ценообразование говорили. Но вы заметили, что мы зацепили кучу-кучу параллельных тем. Потому что дизайн интерьера это вот какой-то один комплекс, где одно цепляется за другое. Поэтому давайте закроем массу вопросов просто одним днем. И об этом поговорим. Ну что ж. Спасибо большое, что все пришли. Было очень нас много. Это здорово. Спасибо, что классно пообщались. Это прям один был из лучших вебинаров, когда обратная связь. Буду теперь все время так делать. Потому что я тоже хочу получать какую-нибудь интересную информацию. Узнавать, как у вас дела. Вот. Отлично. Татьяна, привет. Поэтому. Презентация будет на форуме. Там вы ее скачаете. И посмотрите, если что-то где-то вы забудете. Постматериалы это раздаточные материалы. Это какой-то буклет. Сейчас скажу. Буклет. Флайер. Что-то типа вот таких вот материалов. Где вы коротенечко о себе рассказываете. То есть кому-то оставляете. Они вам пригодятся на выставке. Сейчас же весна. Сейчас пойдут всякие выставки. Вам понадобятся визитки с вашим лицом. С этими постматериалами. Где вы напечатаете свои визуализации, работы. И по любому вопросу показываете. И там все сформулировано. Вот. Кстати говоря. Это тоже одна из тем. Которые мы на интенсиве затронем. Как быстро о себе рассказать человеку. За одну, за две минуты. Вот. Быстро чем вы занимаетесь конкретно. Поверьте. Когда вы встретитесь с каким-то классным клиентом. Это прям должно от зубов. От зубов должно отскакивать. У моего сына, по-моему, уже это от зубов отскакивает. Это не только от меня. Ну что ж. Да. Всем счастливо. Всем большое спасибо. Все. Пойду или на конференцию Корехову. Не знаю. Он меня не приглашал. Поэтому я пока не знаю. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Я пойду на выставки. Все. Всем счастливо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok